Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Винцеслав Вингржановский – главный претендент на вылет на предстоящем мужском голосовании. Над ним сгущаются тучи, Николай Должанский объявил ему войну. А на предварительном голосовании Винцеслав остался в одиночках и гордо заявил, что он готов и сам покинуть проект. Катя Король решила сделать сюрприз для Кости Иванова. Она сшила ему майку и собственноручно ее расписала. Король рассказывает, Костя был в восторге от моего подарка, поцеловал и сказал, что общение со мной прекращать не хочет. Саша ревнует, не разрешила даже сфотографироваться нам с Костей в его обновке. Так что Костя Иванов находится в центре внимания свободных девушек, что чрезвычайно бесит его пассию Сашу Гозиас. Ну а сейчас Костя и Саша летят на Сейшелы. Гозиас пишет, я свою территорию всегда охраняла и буду охранять. Мы с Котей счастливые летим на Сейшелы и будем дальше любить и влюбляться, а там может и о свадьбе подумаем. Вова Гаути сообщил очень неожиданную для зрителей новость. Они с Катей Гужвинской помирились. Девушка, с которой он все это время переписывался, получила от ворот поворот. Вова устроил для Кати романтик, а затем парочка отправилась на романтическую фотосессию. Вова рассказывает, у нас с Катей дело идет к перемирию и объявлению себя обратно парой. Наконец-то грозовые тучи расходятся и наступает ясность. Я четко осознал, что я нужен ей, а она нужна мне. Ведь у меня есть чувства к Кате и я хочу быть только с ней. У Лизы Шарохи появился новый ухажер, он буквально завалил ее цветами. На фотографиях Лиза выглядит по-настоящему счастливой, но поклонники прокомментировали не только шикарный букет роз, но и отсутствие у Шарохи элементарных норм приличия. Ради эффектного рекламного кадра на кровать Лиза улеглась прямо в обуви. Этот снимок получил очень много нелестных комментариев. Личность нового поклонника Шарохи осталась неизвестной, Лиза не говорит, кто он такой. Николай Должанский был назначен Ксенией Бородиной кастинг-директором проекта. За всю историю Дома-2 не было случая, чтобы рядовой участник проекта одновременно являлся и закадровым сотрудником. И не просто сотрудником, а директором. И Николаю Должанскому это удалось. Руслана Мишина объяснила своим подписчикам, почему она не появлялась в больнице у своего бывшего парня Алекса Гулиева. Руслана пишет. Девочки, ну представьте ситуацию. Живете с мужиком, который вечно чем-то недоволен, вечное обвинение и претензии на ровном месте, флиртует со всеми, проходится по вашей внешности, за спиной говорит людям, какая вы некрасивая. И после таких унижений вы бы побежали к нему в больницу? Если да, то у вас нет гордости, себя вы не любите и не уважаете. Ну и далее Руслана назвала Алекса мерзким и лживым, сказала, что он пришел за пиаром, а не строить отношения. Зрители комментируют этот пост от Русланы. Смешно такое читать от девушки, которая жила с Должанским и явно не из-за большой любви к нему. А новый союз с Алекса Гулиева и Аленой только крепнет. Алекс пишет, и мы счастливы. Кто бы что ни говорил про Алену, она замечательная девушка и я ей верю. И более того, я буду теперь о ней заботиться и оберегать. У Николаса Карапанайотидиса тоже новая симпатия. Он написал, моя новая симпатия это Тата Абрамсон. Мы всегда близко общались, уединялись где-то. Нам вместе очень весело и прикольно. Я хочу сделать все, чтобы мы были вместе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!